Здравствуйте, это программа «Нефть» и ее ведущий Олжас Байдельдинов. Сегодня у нас в гостях Уильям Харвард, старший вице-президент Argus Media из Лондона. В Астане прошла конференция, которую организовывала Argus Media для участников рынка, для игроков. Причем это было не локальное мероприятие, оно собрало игроков из России, из Центральной Азии. Ну и достаточно такой представительный круг гостей был здесь, это с Министерства энергетики, это вице-президенты «Казмная газа». Уильям, здравствуйте. Ну, наверное, первый вопрос не могу не задать о конференции. Я знаю, что Argus всегда проводит такие конференции в каких-то ключевых странах, игроках. Что это дает? Какие, так скажем, игроки темы обсуждались на конференции вот здесь, в Астане? Ну и в целом, наверное, может быть, какие-то впечатления, ощущения от самих игроков? Это была очень хорошая атмосфера, очень хорошая среда. И здесь встречались много игроков казахского рынка, так и международного рынка. И были хорошие темы, очень важные, насчет производства, насчет развития переработки в Казахстане. И так и торговля, и как установить нужные цены на производство нефти, нефтепродуктов в Аказахстане. Ну, то есть, так скажем, поиск баланса вот этих цен, внутренних и, так скажем, экспортных, он продолжается. Да, темы были и те, и другие, от того, что, конечно, Казахстан большой производитель нефти, и нефтепродуктов тоже начинается конкурироваться в регионе. Да, о том, что на рынке в Центральной Азии будет происходить, я вот, кстати, чуть-чуть позже скажу, но первый вопрос, наверное, мне не терпится задать. Мы всегда иностранным гостям, тем более высоким иностранным гостям, задаем этот вопрос. Мы в Казахстане живем, у нас есть некоторая эйфория. Мы добываем нефть, у нас сейчас где-то 1,8 миллиона баррелей в сутки добыча, более-менее стабильные цены, все стабилизировалось. Но, как бы, с другой стороны, мы понимаем, что, допустим, в Лондоне, да, там, не знаю, на лондонской бирже, там, условно говоря, в лондонском сити, да, есть и гораздо, там, не знаю, более прибыльные, более интересные сектора экономики, не только нефть и газ, да. Вот наша страна и потенциал, так скажем, как экспортера нефти, вот из Лондона, как он видится? Как, в принципе, большой производитель нефти, газа и других природных ресурсов, и так и есть, в принципе, я думаю, правильно вы живете, я думаю, что вы тоже вкладываете доходы в правильную сторону, не только в ресурсах. И развитие тоже должно быть, я думаю. Я думаю, главное, это понять, что ресурсы, это ваши доходы сейчас, и, тем не менее, надо иметь в виду, что надо выкладывать прибыли. Ну, то есть, они, так или иначе, исчерпаемые, и нужно смотреть в другую сторону. Да, да. Ну, у нас это, кстати, да, вот пытаются, стараются сделать. Не могу не спросить о ценах на нефть, естественно, тем более, это, так скажем, да, один из основных профилей Аргуса, да. Сейчас цены растут, есть там, ну, определенные там факторы, там, связанные с запасами, да, небольшие, которые корректируют цены. Но вот в перспективе, там, год-два, да, есть фактор, там, противостояния США и Ирана. Соединенные Штаты сейчас пытаются, вот, союзников, так скажем, склонить к тому, чтобы не покупать нефть у Ирана. Есть фактор общего роста, есть фактор, там, РОПЕК, там у нас, да, говорят, Россия и ОПЕК. На ваш взгляд, как вот ценовая конъюнктура в ближайшие, там, год-два сложится? Потому что, ну, естественно, мы жители нефтедобывающей страны, для нас это такой очень насущный вопрос, так скажем. Ну, теперь цены доросли до 80 долларов в баррель. И ОПЕК, ЮРОПЕК, получилась позиция, которая им очень выгодна, им нравится, что у них есть какое-то влияние на рынок. И у ОПЕК этого не хватало за последние несколько лет. Так что, я думаю, результат их политики срезать производство за последние два года успешно производилось. Нужно, как замечание, сказать, что это получилось, когда спрос, мировый спрос тоже сильно увеличивался. Поэтому это сильно помогало, скажем так, не только политики ОПЕК, а еще этот большой спрос, особенно в Азии. Без этого не было бы так успешно, конечно. Но, тем не менее, цены выросли. Я думаю, что после 25 долларов за баррель или 30 долларов за баррель, все, скажем так, страны мира думают, что это слишком низкая цена. Не только для производителей, но также для тех, которые пользуются нефтепродуктами. Поэтому где-то цена около 50, между 50 и 60, это и есть нормальная цена, кажется. Сейчас мы чуть-чуть больше. То есть, такой равновесный уровень, это где-то в районе такого цены. Это один факт. Другой факт, что контроль, который создался после решения ОПЕКа, они захотят, по моему мнению, не отдавать этот контроль. Поэтому им теперь важно... Им это будет важно сохранить? Сохранить этот контроль. Поэтому они решили добавлять количество производства, но не до конца, не отпускать, не под контролем. Так что, я думаю, можем видеть некое падение цен до 60 долларов за баррель, может быть, 60 до 70, но, вряд ли, очень сильное падение. Ну, мнение таких игроков, которые на этом рынке, там, по-моему, где-то около 30 лет, на самом деле очень важно, и оно, наверное, такой небольшой бальзам на нашу душу, что, ну, не будет там ниже, да, таких цен. Не могу остановиться на том, что... Не остановиться, точнее, на том, что говорили на конференции в первый день, да, вот выступал вице-президент Казмной Газ Дани Артеесов и представители Минэнерго также говорили о том, что сейчас в Казахстане прорабатывается вариант создания биржи торговли нефтепродуктами. Наверное, ваш здесь, так скажем, опыт, бэкграунд, он там будет очень интересным в плане того, что сейчас в Санкт-Петербурге есть, Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа, да, есть, развивается такая площадка в Узбекистане, да, то есть как Казахстану следовало бы двигаться, да, в этом направлении. И, ну, такой, например, прогноз, там, допустим, через 5-7 лет вот эти рынки, они будут также в регионах своих, да, или, может быть, будет какая-то такая биржевая площадка, которая там охватит, там, допустим, Россию и Центральную Азию. Это довольно обширный вопрос, но это хороший вопрос. Надо сказать, что в России опыт был то, что правительство заставляло компаниям продавать через биржу, и это, конечно, безусловно получилось, что биржа там работает. Надо сказать, что это не настолько больше, чем минимальное количество, которое нужно. Они, типа, держат столько, сколько нужно, и не гораздо больше. Это для внутреннего рынка. А для экспорта было, есть действующий контракт на бирже в Санкт-Петербурге по Юрлсу на экспорт, который, нужно сказать, что не пользуется популярностью, и пока ни одного груза не создалось, чтобы экспортировать по этому... То есть, по сути, биржа, которая в Петербурге, она на сегодняшний день, на внутренний рынок, да, она как бы работает, как маркет-мейкер для цен, допустим, да, но на экспорт это все-таки инвесторы пока не идут заключать контракты, трейдеры... Ну, по разным причинам не сработало. То, что хотелось создавать, было свободный фьючерсный рынок для Юрлса с намерением получить повыше цены, на самом деле. Ну, понятно, да, чтобы снизить вот этот разбег между там брендом, допустим... Да, и я думаю, что все игроки на этом рынке, в принципе, это делает вывод, что цены, которые котируются не на береже на агентстве, как наше, в принципе, так и есть нормальная, ну, это то же самое, нормальная цена, и выше этой цены особо не получается, потому что это и есть привычная цена, на самом деле. Ну, есть другие причины, почему в Петербурге не получилось. А в регионе, то есть, вот через какое-то время, как это будет развиваться? Каждая страна будет развивать свое, или все-таки мы увидим что-то общее? Как, ну, допустим, мировой опыт, в любом случае же он какой-то есть, да, то есть, как эти страны приходили, то есть, формировались какие-то более такие обширные рынки, либо все это так в рамках страны оставалось? Я думаю, всегда начинается в одной стране. Вот эти биржи, физические биржи, о том идет речь, они существуют в других странах, но вполне не везде. Это есть один в Беларуси, и они, не в каждой стране есть нужда, чтобы создать такую биржу. То есть, по сути, где-то есть игроки, которые это могут сами определять, есть где-то более-менее свободный рынок, и не всегда нужна такая площадка, так скажем, оформленная. Обычно в свободный рынок определяется, как это будет торговать, и не всегда нужна такая биржа. Ну, это дает некий контроль, конечно, стране, и дает, особенно, когда правительство заставляет компаниям продавать через биржу, это дает ликвидность сразу. Но это не всегда нужно, это не единственный рынок. Ну, то есть, это, так скажем, не панацея, это не спасение от всех. Да, и, в принципе, вот свободный рынок и прозрачные цены, которые оцениваются агентствами или другими способами, это тоже имеет свое место, даже если есть биржа. Даже если есть, на самом деле. То есть, эти системы могут параллельно существовать. Тем больше, что на экспорт, в принципе, всегда нужны какие-то другие выводы, и другие сигналы цены, чтобы понять именно, на чем базируется цена в стране. Вот эта цена, которая внутреннего рынка, можно сказать, что не существует в вакууме. Он всегда должен иметь какой-то связь с мировыми рынками. Да, Уильям, ну и в завершении, да, такой вопрос. У нас в Казахстане сейчас очень модна тема цифровизации, диджитализации. Да, я знаю, что, например, ваш бизнес, он, в принципе, на этом полностью и построен. Это анализ цифр, бигдата, да, различные прогнозные модели. Но все же вот такой вопрос, какие угрозы или вызовы, например, для ценовых агентств, может, в будущем, в перспективе, 10-15 лет существуют. Может быть, это какие-то новые технологии, может быть, это какие-то там более открытые какие-то там, не знаю, рынки или информация. То есть какие вызовы, ну вот с чем придется столкнуться, так скажем, бизнесу, агентству? Ну, я думаю, что есть, наверное, какие-то угрозы от той темы, о которой мы только что разговаривали, от биржи. Получается, что наши, я думаю, всегда будет место для экспертов, которые определяют цены. И потому что рынки сейчас в мировой торговле, они настолько сложны и существуют в разных местах и по разным продуктам, что это трудно стандартизировать все эти рынки. И диджитализация, в принципе, получается, когда есть некие стандарты, некие стандартизированные рынки, на самом деле. То есть в любом случае интеллектуальный продукт, интеллектуальный труд, так скажем, да, он будет так или иначе востребован. Да. Вот этот, получается, как оценивать цену на физические грузы, который, это нестандартный, существует в реальное время, есть разные условия поставки и качество, например. Это никак не может определяться другому, чем через корреспондентов и знания экспертов. То есть в любом случае продукт, так скажем, останется востребованным? Да, 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 вот это, тем не менее, работает с биржами, работает с фьючерсами, потому что вот эти площадки определяют цены, на которые мы базируем свои цены. И развитие нашего бизнеса тоже, в принципе, в сторону площадок. Есть у нас электронные площадки, которые мы не брокеры, но это помогает определить цены, когда компании могут предлагать и покупать на бирже. Вы удивитесь, Юлия, ну, подошло время к концу нашей передачи. Большое спасибо вам за такую беседу. Очень радует, что в Казахстане собираются игроки, и это уже происходит не под эгидой государства или государственных структур, а уже это, так скажем, частные компании, там, иностранные компании с таким именем, которые сами, так скажем, собирают игроков. И это все интересно, на самом деле, самим игрокам. Большое спасибо. Спасибо вам. И очень рада была быть в Астане. Я напоминаю, это программа Байдельдинов нефть. Мы увидимся через неделю на Atomicen Business Channel.